всем привет с вами снова юля и сегодня у нас необычная палец фулл пакс а палец фулл пакс макси я честно не знаю как называется эта версия но в общем это расширенная версия коробки стандартный палец фулл пакс если помните обычная коробочка как раз по моему в половину меньше я решила попробовать как из art snacks plus заказать себе вот такую вот версию чтобы узнать стоит ли она того и вместе с вами потестировать чем она вообще все отличается здесь кстати уже небольшой спойлер торчит она мне так и пришло подозреваешь что-то голубенькое ну и погнали чем мне нравится палец фулл пакс это то насколько они проще открываются интересно во первых о мой бог сколько хлопушков вообще ожидала что он здесь что-то еще будет лежать ладно так но зато здесь очевидно очень крутая штука акварель от ван гог обожаю я маленькие коробочки акварели и кстати говоря она пыльной какой-то голубой пыли не знаю что это хотел сказать что я люблю в принципе фирму royal talents и обожаю их акварель от рембрандт ван гог тоже интересно потестировать ну и и и снова у нас здесь нет листочка ладно интересно эта версия именно расширенного издания вообще без инструкции материала прислать или как ну ладно мы с вами не глупенькие я думаю без инструкции тоже вполне разберемся что тут есть и первое это вот такие вот акварельные открыточки и звучит и выглядит максимально знакомо если я не ошибаюсь такие уже попадались в какой-то посылке очень очень давно в общем 300 граммовые целлюлозные открыточки и тут даже есть вот сзади собственно типично открыточный штамп и черточки хорошо далее это вот такой вот альбом акварельной бумаги от strafmore и не знаю как это читается по-моему strafmore серия 400 300 граммовый хлопок тоже насколько я понимаю целлюлоза довольно текстурная мадмуазель также тут еще шла кисть и есть странная плане на ней не было никакого защитного колпачка и выглядит она честно говоря не то чтобы классно я не знаю возможно если я намочу ее водой она выровнится и станет супер ровной и клёвой кистью но вот эти вот кривые скошенные штуки меня пока немножко напрягают честным говоря дайте фирмы silver обожаю эту фирму кисточек особенно их серию black velvet хорошо ну и собственно самая интересная часть коробки акварель ван гог покет бокс 12 кюветочек ну вот это другой разговор это точно выглядит новым тут все покрыто защитным пластиком и на пластике даже есть наклееча внимание и какая-то очень грустная картинка подозреваю что речь про то чтобы не выкидывать вот эту наклеечу в обычный мусор и правильно сортировать хорошо это еще более приятно чем отрывать пленочки от экранов новых телефонов потому что это же новая акварель а еще тут есть кисточка я не ожидала что она такая большая будет такая вот милейшая хотела сказать миниатюрная кисть но миниатюрная только по ручке сам ворсу довольно крупный ван гог шестерочка такой вот заостренный жопкой заметила такую особенность одна квета очень сильно отличается от остальных в принципе своей формы и блеском каким-то я сначала подумал возможно это какая-то бычья желчь как в том наборе шминки или тип того но нет вроде обычный цвет просто она прям как будто я не знаю как пластиковая вот эти про видно что акварельки это прям странненькая мадама блин ну ладно что инструкции не положили но то что оставили без текста с заданиями что нарисовать это конечно обидно придется придумывать прям как с артснекс но перед придумыванием придется потестировать я кстати не знаю на чем тестировать я думаю я сам финальный рисунок буду рисовать на этой бумаге но насчет теста я не уверена что 15 открыточек в принципе не так много и пускать одну из них на тест материалов а нет хотя знаете чё тут на самой первой открыточке в наборе есть такой клеевой слой который я подозреваю наверно никак не сдерется с нею дарить такое так себе поэтому пожалуй вот я не жалко будет пустить на тест тестировать я пожалуй буду кисточкой из набора потому что это посмотрим потом наверное я буду использовать насколько я знаю что линейка акварели рембрандт что линейка акварели ван гог делается из одних пигментов поэтому по сути это краска абсолютно одинаковых цветов просто рембрандт она дороже из-за того что она более светостойкая вроде как и как бы подразумевает что надо для профессионалов для картин которые вы там напишите и в ближайшие сто лет они будут там висеть и не выцветут ван гог он же больше для студентов для любителей но это не значит что он прям хуже по качеству просто менее светостойкий я только что уронила половину кисточки в воду я не знаю как это получилось она просто отсоединилась ну зато это пригодилось ладно надеюсь ничего не произошло блин вот это кстати тупо потому что у нее по сути даже тут по-другому то ее не закрутишь тут нет какого-то механизма чтобы более плотно я не знаю на века закрутить это просто ну вот два кусочка пластика которые я подозреваю могут еще раз разъединиться ну надеюсь не в этот раз вот такие цвета получились мне нравится в принципе подбор цветов мне очень нравится что вот тут и два зеленых таких и два синих и два красных и коричневый очень прикольно я вот обожаю такой коричневого акварели и черный тоже он такой не прям черная такой синий серый и белый очень густой и кстати белый цвет от ван гог я использую своей вот этой вот гигантской коробке акварели как основную белую краску в принципе для работ окей немножко теста смешивания но я догадываюсь что тут все будет очень круто она очень насыщенная кисть прям максимально пачкается и при том что если даже сполоснуть кисть водой на ней все равно остается след цвета от акварели ну да что и требовалось доказать смешиваются очень круто и в принципе очень хорошо и легко реактивируется водой прям максимально быстро конечно еще дело в том что это все-таки целлюлоза а не хлопок я думаю на хлопке бы закрепила сильнее но все равно здорово паукай паукай ладно давайте приличие ради вот это вот громилу потестим ну блин она очень странная и как будто стрижку не очень хорошую я потом после съемки погуглю эту кисть и посмотрю как она должна выглядеть на каких-нибудь промо изображениях сравню с тем как она выглядит у меня она линяет с ней точно что-то не так и она даже намоченная не выглядит ровной она вообще точно из этой рассылки ну потому что здесь шла вполне себе универсального размера кисть в наборе с акварелью зачем это очень странная линяющая но очень густая кисть я не знаю ладно давайте этим временем рисовать рисуночь на самом деле идея для рисунка у меня родилась довольно быстро я прям каким-то 25 кадром уловила кактус нарисованный на обложке блокнота с акварельной бумагой и мне прям сразу родилась идея кактусовых котят я не знаю почему видимо в этом есть какой-то смысл я даже не уверена что это кактус нарисован на обложке но вроде кактус я не разбираюсь в ботанике я на всякий случай погуглила кактус с розовым цветком вроде подобные картинки выпали и кстати пока я гуглила я собственно и попалась несколько раз на фотошопы котов кактусах это видимо какая-то мейнстримная тема ну ладно ничего страшного по крайней мере я такой ни разу не рисовал поэтому для меня был в новинку нет сразу тоже родились два котика два образа котика у которых какие панковские челочки в виде собственно этих цветков на кактусах а сами не все такие колючие при этом милые и так как эти котики кактусные то бишь они наверное живут где-то в пустыне вместо клубочков с пряжей они будут играть перекати полем и тот факт что получилось по масштабу перекати поле таким маленьким заставляет меня думать что эти котики на самом деле гигантские это просто огромные такие коты которые по ночам в пустынях формируются из ближайших кактусов и бегают пока их никто не видит там на песчаных просторах гоняют перекати поле и не знаю меня всегда просто куда-то вносит вдаль мысли фантазии и понеслась вообще-то по-моему прикольная тема в принципе придумывать какую-то предысторию развивать сюжет в ходе работы над рисунком потому что ты как-то с ним больше эмоционально связываешься и тебе хочется его допилить покрасивше у меня по крайней так когда я только начинала рисовать котиков у меня в голове была мысль типа чё я рисую по зачем почему это так странно там когда я начала докручивать в голове вот эти все маленькие детали мне сразу захотелось их прям дорисовать продумать я добавила им такие вот белорозовые колючки по всему телу чтобы усилить ощущение что они кактусы желтая такая грудка наверняка супер мягкая потому что даже в кактусах есть мягонькие места и добавил еще усишки тоже наверное как колючки какие-то длинные получились а еще хвосты хвосты как отдельные просто кактусы и еще у меня в голове вспомнилась серия смешариков очень старая про то какая крош с ёжиком потерялись в пустыне и они там как раз подобным кактусом ходили и я даже пока рисовала на фоне эту серию пересмотрела хочу отдельно упомянуть укрывистости коварели я не ожидала я знаю что рембрандт некоторые оттенки укрывистый но не ожидал от ван гога честно говоря и очень приятно удивилась потому что белила в супер густые и если их смешать с каким-нибудь цветом получится такой белесый очень густой цвет который можно прямо покрывать чуть ли не как акрилом я использовала белую акварель в итоге в бликах на глазах котиков которые добавляла поверх уже высохших слоев акварели и принципе для вот этих маленьких иголочек цветочков на телах котиков я тоже использовала только акварель и получилось прикольно единственное что я в самом конце добавила немножко черным по скопенам аккуратности в зрачках котиков потому что в некоторых местах немножечко кривовато было так все по сути весь рисунок выполнен только акварелью и по моему это очень уверсально и круто ну и давайте выводы делать ну собственно и все это заняло не сильно много времени и процесс мне очень понравился чё по итогу рисуночек по моему достойный необычный немножко опять-таки но в этом и плюс этих всех распаковок потому что они дают простор для экспериментов и отхода от твоего привычного стиля акварель вообще огонь я честно не обнаружила в принципе никаких заметных отличий от рембрандта того же супер насыщенные цвета отлично смешивается между собой и вообще в целом клёвая коробочка я могу ее спокойно рекомендовать к покупке например если вы хотите попробовать акварель первый раз или вам просто нужен какой-нибудь маленький набор вот вполне себе достойно приобретение отличные цвета отличный подбор цветов можно намешать в принципе большое пространство разных вариантов и она компактная в принципе в ней все есть и кисть и достойная палитра для смешивания я только что поняла что тут можно еще и вот так делать офигеть вдвойне круто в принципе вот в эти вот углубления можно залить например акрил и сделать такой прям максимально продуманный походный наборчик прикольно вообще крутяк и кисть кисть офигенная хорошая в меру упругая очень универсальный размер то есть ей можно и большие пространства залить и делать прям тонкие линии вот как я например у котиков усики делала или некое подобие контура на глазах то есть весь этот рисунок выполнен вообще без линера что я не очень люблю но здесь по-моему вполне норм получилось что вот насчет этой кисти я не знаю она ну наверное на ок просто мне она не понравилась изначально меня сразу к ней какое-то отрицательное мнение было из-за ее внешнего вида в сухом состоянии и по итогу она просто мне не понадобилась в ходе работы потому что эта кисть отлично справилась со всеми задачами которые я поставила ну конечно рисунок довольно компактный маленький если бы речь шла о ком-то большем холсте возможно это бы пригодилось но опять таки это фирма silver и я думаю качество в принципе должно быть хорошее но с другой стороны она полиняла прямо при первом тесте не знаю короче вот это вот огонь и набор огонь кисть не знаю карточки карточки хороши потому что у меня уже был обзор на коробку с этими карточками и я на них вне камеры рисовал несколько раз прикольно вообще вещь для конечно для своих задач то есть мне честно говоря не особо нужна такая штука я открытки не отправляю я их никак не криксонирую но я думаю для определенных людей это будет очень клёвый подарок я знаю что сейчас популярен посткроссинг и принципе эта вся история очень забавная то есть можно нарисовать там открытку подарить родственникам друзьям и она как бы вроде и самодельная и при этом на ней есть нужны для открытки черточки надписи полоски это все круто бумага страф мор отличная бумага дала еще тем более вдохновение для рисунка чуть-чуть погнулась но в принципе это довольно очевидно но я думаю она выпрямится если просто под пресс какой-нибудь тяжелый положить она волнами не пошла и на том спасибо ну такие пироги ребята пишите у меня в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал и вот это вот все вам как всегда вдохновение я вас всех люблю пока